Парк Победы в Караганде стал центральным местом празднования для Победы. Величественная ротонда славы с раннего утра была окружена горожанами, которые собрались отметить памятную дату. День Победы этого года в Караганде удался на славу. Праздничное настроение гостей и жителей города поддержала и отличная погода. Концертные программы в этот день организовывались буквально на каждой площадке, в каждом сквере и парке. Но большинство собралось именно в Парке Победы. В театрализованной концертной программе «Ер-Есма-Ель-Есенде» приняли участие несколько десятков представителей творческой молодежи. В этот день звучали всем известные песни не только на военную тему, но и произведения о родине, о единстве. А это очередь за кашей полевой кухни. По традиции все желающие бесплатно смогли отведать солдатской каши. Для некоторых это был долгожданный момент. Мы первый раз пришли за кашей вот с детьми. Хотим попробовать. Никогда не ели солдатскую кашу. Мой дед воевал. Вот сейчас тоже пришли, посмотрели здесь. Детям интересно. А поздравляю всех, не только карагандинцев, но и вообще жителей всего Советского бывшего Союза с таким великим праздником. Всем счастья, здоровья. Всего самого наилучшего. Рецепт армейского кулинарного творения нехитрый, говорит сержант казахстанской армии, повар военно-полевой кухни Светлана Кананова. С тем, что эта еда также имела стратегически важную роль в приближении победы в Великой битве, никто не поспорит. С 6 часов утра мы начинаем заготовки. Это морковка, лук. Она все пережаривается. После того, как каша приготовилась, сама каша гречневая заливается кипятком. И вот после того, как она приготовилась, мы туда добавляем тушенку, или как правильно вырисовывается, мясные консервы. И после этого добавляем соль, перец, все как положено по вкусу. Праздничное мероприятие продолжилось до поздней ночи. Расходиться никто не спешил. И старый, и млад ждали салют. И вот он, точно такой же, как и салют, запущенный в 1945 году в честь победы на Красной площади. Несколько десятков залпов фейерверка стал достойным завершением праздничных мероприятий в День Победы. Разноцветные огоньки, расплывающиеся по небу, олицетворяли собой не только мир на земле, но и единство, счастье и светлую надежду на будущее. Айнур Нурмангалиева, Исламбекус Пан, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский.